Вот текущий топ-3 рейтинга Ямара, его возглавляет Владимир Богданов, последний результат это как раз победа на чемпионате России 2015 года и дальше перед этим было несколько удачных выступлений. Пятое место на турнире в Австрии, четвертое место на турнире в Москве, девятое на прошлом чемпионате России, второе опять же на турнире в Австрии, из плохих результатов только турнир во Франции, где он был 28 из 36, а предыдущая его победа тоже была на российском чемпионате. В общем, на российском чемпионате очень хорошо выступает. Первое место, девятое и опять первое. Вот, постучался к Владимиру в скайп. Приветствую. Привет. Большое спасибо, что нашел время в 31 декабря выйти на связь и ответить на несколько вопросов. Я до начала интервью успел немножко рассказать про твои результаты, те, которые видны в рейтинге ЕМА, но на самом деле мало что знаю про тебя как про игрока. Несколько вопросов о тебе. Как давно играешь в маджонг? Где ты живешь? Чем вообще занимаешься? Я, конечно, не гуманитарий. По профессии именно инженер. Так и называется должность. Правда, в IT-сфере, а не в какой-то технической. Если говорить о том, как узнал о маджонге, это был 2009 год, аниме Саки. После этого опять же аниме Акаги. В целом понятие об игре пришло оттуда. Прочитал правила, начал играть с ботами сначала. Потом узнал, что есть сервер Телханет, где можно онлайн поиграть с японцами. И сел играть туда. Почему-то мне поначалу жутко везло. Я умудрился на тот момент, играя еще по оценкам, которые могу дать сейчас, очень плохо играя, получить шестой дан. И это был первый шестой дан для игрока из России, о котором, по крайней мере, сообщество Ричи в курсе. Когда пришел после этого на встречу клуба Тесудзи в Москве, в 2012 году был первый турнир в японском доме. Moscow Open Ritchie Tournament он назывался. Я пришел сдавать квалификацию, что я вообще умею держать Тейлы в руках. При этом держал я их плохо, потому что до этого играл только онлайн. Логично. Но когда я сказал, что у меня шестой дан, у меня начали переспрашивать, а ты уверен? Может, у тебя шестой кью? Дальше уже постепенно начал играть и Mirale, участвовать в турнирах, начиная с того же 2012 года. К шестому дану я вернусь. Хотел прежде спросить, уточнить, что конкретно зацепило в Маджонге. Наверняка, ведь до этого с другими играми тоже когда-то знакомился. Почему именно в Маджонг ты продолжил играть, там не поиграл и бросил? Например, многие испытывают сложности, потому что нет рядом других игроков. Они так немножко поиграли, ну да, игра, в общем-то, и переключились на что-то другое. Что тебя зацепило в Маджонге? Ну, зацепило в Маджонг. Если начал играть, то потом он может меня отпустить. И скорее у меня вот этот случай. Проблемы со знакомыми, которые могли бы со мной играть, у меня не было. Просто потому, что сокурсник в университете тоже в него играл. И он был очень активный человек, который всегда мог собрать народу, поиграть. Поэтому, когда начал играть ИРЛ, там учитель не каждую неделю без проблем собирал со стола, то и два. Не было даже времени отвлечься, забыть про Маджонг, а еще чем-то другим заниматься. Повезло. А еще, видимо, головы окружения от успехов в онлайновом ричи. Поскольку, если бы, наверное, неплохо получалось, то, может быть, мотивация была другая. Кстати, по поводу мотивации. Какая-то мотивация присутствует, кроме просто получить удовольствие? Спортивный интерес в какой степени, по-твоему, мотивирует тебя? Именно с той историей, с шестым данным, так получилось, что примерно в то же время Дмитрий Канищев решил реализовать идею по созданию в России профессиональной Лиги Ричи Маджонга. И чтобы туда попасть, нужно было сдать экзамен специальный профессиональный, письменный, два часа с ручкой, бумажками, задачками всякими. Который подтверждал бы знание механики игры. И вот это очень интересный вызов. Тем более, что других профессионалов, естественно, нет, раз все только начинается. Это очень заинтересовало, заставило заниматься более так основательно именно игровой механикой. И не просто посидеть, поиграть ханчанчиков. Думаю, это еще больше привязало меня к игре. И после этого вообще уже совсем от нее отказаться стало невозможно. По-японски ты читаешь? Я обратил внимание, что в скайпе у тебя статус на иероглифах написан. Статус хироганы написан «бочи-бочи». Означает понемножку, понегоньку. К сожалению, иероглифов я не знаю, поэтому читать на самом деле не могу нормально. Но поскольку я очень много смотрел аниме, на слух я воспринимаю и понимаю процентов 90. Благодаря этому я на протяжении своего влечения маджонгом много времени уделил тому, чтобы смотреть на ютубе записи игр японских профессионалов. И это мне во многом помогло. В чате вопрос поступил о том, в чем, наверное, разница между игрой онлайн и игрой за реальным столом, особенности на турнире, кроме механики. Понятно, что есть механика, когда нужно руками своими все делать. Кроме этого, есть какая-то разница в логике, в тактике, в чем-то? Ну, когда ты играешь на турнире, ты видишь своих противников. А Ричи — это такая игра, где о руках противников надо думать гораздо больше, чем о своей. И поэтому, когда ты видишь лицо человека, который с тобой играет, ты по его реакции на то, что ему заходит, или как он себя ведет, может, у него руки дрожат, и он собирает ей куман, понимаешь гораздо больше, чем в онлайне, когда ты просто смотришь перед тобой, вот информация, ты рассуждаешь только на основе нее. А возвращаясь к механике, ты используешь как-то механику в свою пользу? Там, например, делаешь вид, что задумался, или пытаешься так снести тайл, чтобы было непонятно, откуда он вышел из руки? Да, конечно, блеф всегда имеет место. Можно очень громко жаловаться, не имея Домотен на очень дорогую руку, и при этом на тебя, конечно, очень обижаются, когда ты ее выигрываешь. Это очень эффективно оказывается. Ты как-то готовишься к турниру? Конечно, подготовка — это очень важный момент. Причем даже если ты два турнира неделю не играл, и это еще как-то можно разогреться в первом кончане, и дальше все пойдет нормально. Вот самого себя подвести в нормальном состоянии к дню турнира очень важно, потому что если ты плохо выспался в ночь перед турниром, будь уверен, что ничего у тебя не получится. У меня в сентябре прошлого года на Кубке Японского дома втором случилась такая проблема. Я всю неделю перед турниром переезжал с одной квартиры на другую, потом, когда наконец-то переехал в ночь с пятницы на субботу, соседи устроили караоке, и в общем, в итоге на турнире я занял 64-е место из 64-х. — Я не отметил, когда именно ты стал топ-1 ЕМА, но это произошло недавно, я так понимаю. — Ну да, это чемпионат России в Вологде, как только его занесли в рейтинг. — Вот чемпионат в Вологде. Я посмотрел на результаты и увидел, что бывший топ-1 ЕМА там выступил плохо. Как что-то можешь рассказать про этот турнир? Включался ли он чем-то от других турниров, в положительную или в отрицательную сторону? Почему удалось занять такое высокое место? Было ли это 100% твои усилия, либо другие лидеры как-то слабенько сыграли? — Ну, знаешь, есть универсальный способ хорошо выступить на турнире по ЕМА-правилам. Занять во всех кончанах первые и вторые места. В 2013 году я чемпионат России выиграл именно так, с огромным преимуществом получилось, благодаря таким результатам. А вот в этот раз немножко не пошло. Я, к сожалению, в третьем кончане минус 65 тысяч получил, и это несколько сорвало планы по тому, чтобы творить хороший такой результат. И свелось все в итоге к последнему кончану. Я не знаю, хорошо ли про себя так говорить, но он получился какой-то совершенно гениальный с моей стороны. Я творил очень странные по меркам обычной игры вещи, но каждый раз это было правильное решение. Например, буквально во второй руке случилась ситуация, которую называют «ходака танки». То есть я объявил четыре сета и ждал в пару на последний тейл в своей руке. В 99% случаях эта игра новичка – ошибка, которая приводит к проигрышу практически гарантированно. Но здесь я просто напугал всех троих противников, они до конца кончана ничего со мной не могли сделать. И благодаря этому я там сам собирал руки, набрал огромное количество очков. В том же ходинчане со мной играл человек, который до этого перед последним туром занимал второе место. Я занимал шестое или даже седьмое с огромным отставанием от первого. Но благодаря вот этому результату я с человеком на втором месте отыграл у него напрямую 80 тысяч очков, а человек, который был на втором, за соседним столом проиграл сам. И я, конечно, вообще не рассчитывал, что за один тур смогу только прыгнуть вверх с шестого на первое место. Но и сам сыграл хорошо, и человек на первом мне помог. Как бы ты в целом оценил уровень российского маджонга, сравнив его с тем, что ты мог видеть за рубежом во Франции и в Австрии? Ну, Боже, Франция... Ну, не совсем французов, там, и каких-то австрийцев, а просто вот иностранных европейских игроков. Нет, да просто мне одним словом сразу напомнил две ужасные вещи. Там чемпионат Франции в 2014 году, это был первый мой зарубежный турнир Паричи. Я там выступил просто ужасно. Ну, причем я через несколько месяцев туда снова приехал, потому что был чемпионат мира, на который я умудрился отобраться каким-то чудом, потому что пропал один из игроков, который от нас должен был ехать. Мне на тот момент еще рейтинга не хватало. И почему-то получилось, по-моему, еще хуже, чем на чемпионате Франции. С середины лета, 40-градусная жара. Я с утра еще что-то соображаю, играю нормально. После обеденной кончаны я, по-моему, все на четвертом месте закончил. Соперники были такие, которые малейшие ошибки не прощали. Так все-таки есть какая-то разница между тем, как играют в России в Ричи и тем, как играют в Европе. Разница есть, я бы даже сказал, очень большая. Потому что в Европе люди, как бы сказать, самоучки. Они, по сути дела, просто читают основные правила ЕМА, в которых нет никаких рекомендаций, как именно играть. И весь опыт получают непосредственно, играя между собой. Это, естественно, категорически отличается от того, что есть в Японии, где там есть целые системы игры, где все с какими-то ужасными теоретическими выкладками. Все мотивируется, как надо играть в таком случае, как в другом. А вот у нас промежуточный вариант, потому что у нас переводилось с английского, с японского языка довольно много статей. по игре, по сбору рук, по защите и так далее. То есть у нас любой новичок при желании может не просто играть, а именно как-то подготовиться еще перед игрой, какими-то теоретическими знаниями, чтобы играть более эффективно. Поэтому в целом, я считаю, что уровень Монжонга в России выше, чем в Европе. Конечно, и там, и там есть какие-то группы игроков, которые лидируют и превосходят значительно по силе других. И у нас то же самое. Но у нас и игроков больше, и сильных игроков, соответственно, тоже намного больше. А вот относительно новичков, что бы ты мог посоветовать новичку, либо просто игроку достаточно среднего уровня, который не может никак улучшить свою игру, что бы ты посоветовал делать, чтобы результаты стали лучше? Ну, из того, на что новички и даже игроки из среднего уровня не обращают внимания обычно, это теоретическая подготовка. То есть можно в контексте речи не просто играть, а, скажем, заняться конкретно изучением сложных ожиданий, подсчетом количества у кири, числа шантенн. Вот такие именно задачки решать на эту тему. Это, на первый взгляд, может показаться, что к игре отношений имеет мало, но на самом деле результаты улучшает очень сильно. А в самой игре, вот за столом, может быть, тоже есть что-то, что иногда мешает игрокам, не знаю, правильно раскладывать в руке свои тайлы или что-то такое. Вот это сугубо индивидуально, на самом деле здесь сложно что-то посоветовать. Кстати, ты сам расставляешь их по мастям, назначениям или у тебя все вперемешку? Я расставляю обычно, потому что нас, конечно, иногда пугает, что вот вашу руку прочитают, они по расположению тайлов поймут, но на самом деле никто не понимает. В принципе, с опытом играть, что с отсортированной рукой, что с тайлами, которые расставленными, как они пришли, на самом деле большей разницы нет, но для удобства и чтобы просто, когда ее открываешь, она уже была отсортированная. А что делать, когда затянулся даунтренд? Ой. Сделать паузу или, наоборот, еще сильнее начать играть? Можно рассуждать на короткой дистанции, когда ты сидишь и у тебя, скажем, третий ханчан подряд, все очень плохо, ничего не заходит. Это оперативное решение, грубо говоря, начать творить всякую фигуру. Вот, да, я сам этим пользуюсь иногда. Да, просто делать то, что ты никогда бы не делал, попытаться обмануть поток, чтобы что-то хотя бы изменилось. Это иногда помогает, хотя, конечно, может просто вперед заканчивается, неудачно начинается удачно. А когда же все имеет более глобальные масштабы, ты играешь месяц регулярно и понимаешь, что у тебя среднее место три, тогда надо вообще постараться забыть все, чему научился и попытаться вот с самых основ, там, сбора руки, просто начать играть по-новой. Это обычно хорошо помогает, потому что действительно длительный период до неудачи обычно связаны с тем, что ты просто начал где-то капитально заблуждаться, совершать систематические ошибки просто. Ну, наверное, последний вопрос по поводу тактики и стратегии. Есть ли у тебя какие-то постулаты, правила, аксиомы, которые ты используешь в игре? Например, никогда не играть той-той, не имея закрытого пона, или не играть семь пар, не имея пяти пар. Что-нибудь есть такое у тебя? Ну, абсолютных... Или близких к абсолютному? Да, абсолютных нет. То есть, если из близких, то не имея в открытой руке большой стоимости, я больше двух сетов не открываю. Даже если, там, открыв третий сет, я получаю темпай, но если рука стоит недорого, я его все равно в объявлении пропущу и буду ждать, пока он не зайдет со стены. Потому что если кто-то объявит рич, и у тебя в руке четвертайл, это совсем плохо. Несколько блиц-вопросов из чата. Есть сайт marujan.com, не знаю, знаешь ты про него или нет. Да. Проходил ли ты на нем тесты? Какие у тебя результаты? Ну, проходил тесты, там, по результатам довольно сложно оценивать, потому что у них шкала результатов постоянно меняется почему-то. Но у меня есть результат выше 70 баллов, который, согласно их рангам распределения, соответствует самым крутым ПРО. Но это исходя просто из того, что попыток было много. На самом деле, сходу я бы такой не показал, конечно. Ну, можно сказать, что профессионал это в том числе тот человек, который делает много попыток, и в конце концов у него получается. Так, другой блиц-вопрос от любителей. Есть ли у тебя любимый якуман? Ну, или, наверное, я, может быть, перефразирую, есть ли какой-то якуман, который ты регулярно собираешь? Регулярно собираемого? Нет, к сожалению. Хотя я бы был совсем не против. Это да. Любимого, наверное, нет. Но есть тот, который хотелось бы собрать, потому что это один из тех, который, к сожалению, пока собирать не получилось. То есть это Чуренпота. Немногие зрители, может быть, знают название. Ну, это 3 единицы, 3 девятки, 3-двиги по восьмерку и пара к любому тайму. Если он будет 9-сторонний, то вообще прекрасно. Так, сейчас еще один вопрос был. Играл ли ты офлайн с какими-то... Вопросе топовыми японскими игроками, но можно просто про японских игроков спросить. Ну, в Москве периодически бывают японцы. Они, естественно, не топовые японские игроки, но получалось играть с ними. И плюс на чемпионате мира, естественно, были японцы. И у них из первых 16 мест 13, что характерно. И вот там немного поиграл. К сожалению, мало на кого из японцев, с кем хотел бы сыграть, получилось попасть. Только с Мриямой про. Причем в этом кончении я занял третье место, а Мриям про четвертое. Нас одолели европейцы. В планах ли продолжать играть? В планах ли не отдавать европейцам топ-1? Что вообще планируешь на следующий год? Ну, топ-1 на самом деле има довольно относительная штука. Если посмотреть на этот рейтинг, вот я на первом месте, у меня 902 балла. На втором месте поляк, наверное, он Доминик Ярм. Не знаю, как это правильно считается. И у него сыграно 5 турниров, и все они в Польше. И все-таки даже вот предыдущий лидер рейтинга Виктор Грешин, у него тоже в основном были турниры в России. И в целом, когда играешь только локальные турниры, там забраться высоко в рейтинги проще. Это определенный недостаток. Даже не самого има рейтинга, а просто того, что мы не можем особенно ездить в Европу. В этом плане, мне кажется, что вот Илья Монаков на восьмом месте этого рейтинга, у него сыграно 18 турниров. Он в Европу часто ездил. У него при этом выиграно 3. Один, правда, в Вологде, один в Москве, еще один в Праге. Но я думаю, его достижения в настоящее время мы и превосходим. Но, с другой стороны, раз уж я на первом месте, отдавать его тоже не хочется. Поэтому буду стараться тоже показывать результаты в дальнейшем. Из планов на следующий год меня наиболее интересует турнир в марте Кубок Японского дома. Он, правда, в рейтинг не поведет. И потом, в октябре, уже в конце года, будет чемпионат Европы в Англии. И я надеюсь, к тому времени курсы валют совсем уж станут настолько неподъемными, чтобы пришлось отказываться от поездки туда. Но сейчас идут некоторые действия на то, чтобы вывести речь-можонг на новый уровень. И я рассказывал про профессиональную лигу. Там же в первом экзамене участвовало четыре человека. Они все его прошли. Потом добавился еще один, и на этом все заглохло напрочь. Потому что никто не понимал, зачем нужны профессионалы и вообще, чем они отличаются от других. А вот сейчас Дмитрий Книщев, как ответственный за все в лиге, основатель ее, решил несколько изменить подход. Теперь он приглашает в лигу вообще всех игроков, кто может предоставить доказательства своего уровня игры. Четвертый дан на Танханет. Это, в принципе, вполне достижимый уровень. Ничего нереального нет. И сейчас, думаю, будут туда добираться люди. Там и так уже человек 15 есть. Мы периодически играем между собой. И это все как-то учитывается. Потом будет отдельный рейтинг и так далее. Опять же, будут экзамены для тех, кто захочет из рядовых членов в условные профессионалы опять же перейти. Думаю, будет интересно. Со временем может вырасти такое официальное объединение. Спасибо тебе большое за интервью. Удачи тебе. С Новым годом. Наступающим. Спасибо. Всех зрителей тоже с наступающим.